Чем обернется кровная месть Кадырова для Путина и его окружения? Сможет ли глава Чечни пойти на Москву, как это пытался сделать Пригожин? Об этом поговорим с социологом Игорем Эйдманом. Что скажете по поводу громкого заявления, сделанного на непонятном языке, о кровной мести по отношению к нескольким депутатам Госдумы и одному российскому миллиардеру дагестанского происхождения? Да, вы знаете, эта ситуация, мне кажется, даже серьезнее, чем как поссорились Рамзан Ахметович и господин Войно. Тут история, по-моему, как поссорились Рамзан Ахметович и Владимир Владимирович. Да, да, такое ощущение, что подоплека этих событий именно в этом. Потому что, смотрите, Россия, да, ну это политический строй в России или политический режим даже правильный России, это паханат. Значит, во главе пахан, его окружают воры. Ну, обычная история, да? И воры, у них бывают разборки между ворами, естественно, и они должны по понятиям, или по конституции воровской, они же понятия, они должны идти на паровеж к своему пахану. Вор, вместо того, чтобы, получив, вернее, от лук, от пахана, в своих претензиях, он начинал, значит, он начинал бычить, начинал возмущаться, апеллировать к фрейрам, что совершенно не по понятиям. Вот. Это, в последний раз мы это наблюдали, когда, вы мне сами подскажете? Пригожина? Абсолютно верно. Последний раз мы это все наблюдали во время Пригожина. Сначала, значит, у этих всех скопат Пригожина, да, эти снаряды, там, в таком духе, с палочью все кругом. А потом закончилось все плохо, и могло бы, наверное, закончиться плохо для всего паханата. Вот. Значит, Пригожин действительно вошел в клинч с другими ворами, Шойгу и Герасимовым. А Путин, он, естественно, обращался к Путину. Путин не встал на его сторону, а защитил своих воров. И он начал вот петушиться там и громко кричать и нарушать спокойствие в паханате. Вот ровно то же самое происходит с Рамзаном Кадыровым. Кадыров пытался апеллировать Путину, как так, увели в компанию из-под носа. А Путин его, видимо, послал. Почему он его послал? Почему? Потому что Керимов непрост. Ой, как непрост. Он не менее непрост, чем Кадыров. Керимов – это один из кошельков Путина. Керимов башляет. Во-первых, в администрации президента, тому же войну, которого мы вспоминали, вероятно, Кириенко тоже. Он же и башляет самого Путина его приближенными. То есть номиналом путинским, значит, дочерям путинским, в том числе спонсирует их эти наукообразные проекты. Семье Кабаевых. То есть и легально, как я уже говорил, вот эти наукообразные проекты спонсирует. И нелегально через офшорные схемы. А сейчас еще и вероятно через крипту. Сейчас это модно стало в Кремле через крипту башлять чиновникам. И, собственно, Путин не отдал свой кошелек. Он сказал, видимо, Кадырову, что это не трожь его, это мой кошелек. И денежки там мои. Кто сделал Кадыров? Кадыров должен был сказать, о, великий падишах, великий, самый из величайших, трижды я принял твое решение и смиренно уползаю к себе в нору. Но ничего подобного. Как мы видим, Кадыров выносит конфликт в паблик. Да, видимо, Керимов или люди Керимова, вот эти два депутата Госдумы, фамилии их не помню, они, видимо, готовили его в убийство. Вполне нормально. Для путинской верхушки это вполне нормально. Там друг дружку, что называется, они постоянно заказывают. Но что должен был сделать по понятиям Кадыров? Что он должен был сделать? Вот у него такая информация. Керимов меня заказал. Он должен был смиренно опять ползти к своему пахану и говорить, пахан, хулиганы зрения лишаются, белая дня, что такое, как можно, я служил тебе верой и правдой, был твоим пехотинцем, убивал для тебя твоих врагов, там, Немцовы, Политковского и так далее. Вот, а как же так? Значит, и Путин дальше должен был, соответственно, принять меры. Я думаю, что, конечно, Кадыров обращался к Путину. Но Путин, видимо, его послал. Сказал, ничего не знаю. Это все какие-то слухи, сплетни Кадыров. Заместо того, чтобы смиренно отползти, он устраивает вот этот дебош в стиле Пригожина. То есть следующий шаг – это на Москву, качать права уже в Москве. Я думаю, конечно, он на это не пойдет по ряду причин, в отличие от Пригожина. Но конфликт вполне вероятен. И тут еще один момент интересный. Кадыров сейчас фактически загнал Путина в Цукцванг. Почему? Потому что он, выступая в открытую, вопреки воле Путина, продолжая эту байду с Керимовым, Кадыров, по сути, демонстрирует всем, в том числе путинскому окружению, что он считает, что Путин ослаб, что Путин слаб, что можно не считаться с его решением, можно пренебречь тем вердиктом, который вынес вот этот вор в законе во время последней сходки. То есть Путин не может с этим мириться, потому что так-то его перестанут уважать. А что он может сделать, Игорь Виленович? Ну окей, хорошо. Что Путин сейчас может сделать? Дальше, дальше, да. Вот я вам сейчас договорю, скажу свое мнение. Дальше, что Путин в этой ситуации? Значит, он не может как бы проигнорировать это. Значит, он должен Кадырова наказать, наехать на него публично, высечь, устроить порку. Но и этого он не может сделать. В том-то и дело, почему у него Цукцванг. Почему? Потому что у него сейчас нет силовых инструментов воздействия на Кадырова. Все силовые инструменты у него задействованы на последнем издыхании в Украине, в агрессивной войне против Украины. И он устраивает какой-то конфликт с Кадыровцами или ослаблять сильно Кадыровцев и тем самым создавать возможность для того, чтобы там антироссийские силы подняли голову. То есть тем самым организовывать своими руками новую горячую точку уже в Чечне Путин не может, потому что он физически не сможет погасить этот конфликт, если он начнется. И нет для этого ресурса. Поэтому оба, он не может делать ни тот, ни другой ход. Что он будет делать? Я думаю, что он будет как по привычке своей, как и в случае Пригожина, тянуть время. Будет тянуть время, пока этот нарыв сам не прорвется, а прорваться он может самым неожиданным и неудобным, я бы сказал опасным для Путина образом. Вспомним опять-таки тот же Пуча Пригожина. В общем, поживем и увидим. Я думаю, в ближайшие месяцы этот нарыв должен скрыться. Темные и кровавые времена ждут Россию и ее диктатора. Конец империи зла уже близок.